Здорово, чуваки! Короче, я сейчас смотрела вот этого чувака на ютубе, просто вылетел где-то в рекомендациях. Чёрт, у меня появилось такое вдохновение сейчас рисовать, типа, серьёзно. Кто не в курсе, я Регина, я, ну, типа, художник, и я очень-очень давно не рисовала. У этого чувака есть видео, где он рассказывает немного про рисование акрила, у меня дофига акрила, я, в принципе, умею рисовать акрилом. Ну, мне прямо очень сильно захотелось сейчас нарисовать свой автопортрет. Погнали! Я достала свою какую-то достаточно хорошую плотную бумагу, в принципе, для красок. Тут хранится мой акрил. О, satisfying! Так, ну, для начала мне надо найти какую-то свою фотку, подходящую для автопортрета или сфоткаться сейчас. Невероятное вдохновение просто. Так, я отобрала несколько лучших фоток, что у меня есть. Наверное, нарисую вот эту фотку, потому что здесь, в принципе, нормально, хорошо видны черты лица. И свет, и тени, и все. Если немножко о том, что меня вдохновляет, я сейчас тоже весь день слушаю одного нового исполнителя, который я нашла только сегодня. Oliver 3! Короче, это жанр музыки, который мне очень сильно нравится. Наверное, я буду сейчас просто слушать его, рисовать. Лучший день на свете, ребята, лучший день на свете. Я буду сейчас рисовать скетч, точнее, я уже начала рисовать. И, в принципе, мой набросок готов. Похоже, что это я? Да похоже, что вы, блядь. Да, ну да, что вы. Возможно, сейчас еще что-нибудь подделаю и доделаю. Например, с носом поработаю, потому что он немножко странный. И начну раскрашивать. Простите меня за мое самое лучшее настроение на свете. Просто добровение. Я не знаю. Прямо сейчас идите за своими красками, за бумагой идите рисуйте. Хоть автопотрет. Вот реально, вот идите рисуйте. Строительный скотч. Обклеиваем. Другие скотчи я не советую использовать, если вы рисуете на столе и прикрепляете работу к столу, потому что тогда произойдет что-то подобное. И у меня такое почти по всему столу. Окей, я приклеила только сюда и сюда скотч, он у меня кончился. Еее. Я налила воды, смотрите, как эстетично. Теперь найдем какой-нибудь желтый акрил, что-то из этого. И я сделаю задний план для начала. Для красок, которыми я буду рисовать лицо и кожу, я перевернула свою палитру и наклеила сюда скотч, для того, чтобы потом легко его отодрать и, в принципе, не пачкать палитру, потому что, ну, в принципе, вот что происходит, если просто все друг на друга. В общем, да. Я бы на этой стороне мешала краски, но после того, что мне надо ориентироваться в цветах, я решила все-таки вот сюда это все делать. Это краски, которыми я буду мешать цвета для лица. Этим я еще сделаю глаза. Занавесила окно, чтобы мне не светило глаза и на работу, и чтобы я полностью погрузилась в процесс. Кисти, кстати, буду использовать, наверное, только две. Это очень тонкая и тонкая. Я просто все еще в шоке от того, что у меня есть вдохновение. Последний раз, когда я пыталась рисовать акрилом, он не открывался, и, в принципе, черт, теперь он выливается. Я очень давно не работала с акрилом, но вроде как я поочередно и по ходу дела смешивала все краски, поэтому я сейчас не буду сразу все смешивать и просто буду по ходу дела смотреть, что-то как мне надо добавлять. На данном этапе работы выглядит так. Давайте рисовать дальше. Мне кажется, у меня уже все волосы в краске, потому что у меня пальцы в краске нечаянно дотроллась до волос. В какое-то время у меня сел телефон и камера, поэтому я просто так рисовала, включила теперь картинку на айпаде. Блин, на камере она выглядит еще лучше, чем на самом деле. Yes! Настроение все еще не угасает, не ухудшается, все так же классно. Лицо счастливого человека. Готовы уже губки, готовы уже глазки. Лесницы, кстати, получились прямо очень-очень-очень, поэтому, я не знаю, мне надо будет как-то их немножко убрать. Все еще рисую, вот на какой я стадии. Блин! Я пыталась что-то сделать с облом, но теперь выглядит как будто здесь пятно непонятное. В принципе, я выгляжу как бабулька из-за каких-то вот таких вот здесь складок. Неважно, все хорошо, Регина, все нормально. Ну, всех же бывает, что выглядеть как бабульки, да? Я же не одна такая. Все же хорошо, да? Я тот тип художников, который наслаждается результатом. То есть, я могу рисовать, и мне может это нравиться, но в конце, если рисунок не получится, провал полный. Лоб я исправила, но на камере теперь выглядит все намного более ужасно, чем на самом деле есть. И я разговариваю сейчас так, потому что ем конфету. Достала разноцветные карандаши, и сейчас буду рисовать тоже какие-то покраснения. Так, чуваки, на улице уже темнеет. Я примерно на такой стадии рисунка. Сейчас, не поверите, но он начал мне нравиться. Все страшные покраснения на лице я спрятала, и начала делать волосы, и в принципе, сейчас все выглядит нормально. В принципе, готово. Давайте отклеим скотч. Нормально. Знаете, вот не надо придираться, на самом деле, не так уж и плохо, типа. Проблема в том, что не знаю, сколько времени мне на это ушло. Время я не засекала, но, скорее всего, у меня пошло около 6 часов, примерно так. Вот неплохо выглядит, вот, если вот отсюда вот смотреть. И пусть издалека вот такой вот тут вот так вот стоять и смотреть, то это выглядит очень даже классно. Ну ладно, что ж. Пока!